Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок — философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепси 12, телефон 69-400, без выходных. Получила неожиданно быстрое и весьма масштабное продолжение истории с игровыми автоматами, которые заполонили за последние два года Киров. Мы снимали большой сюжет на эту тему три месяца назад. И сегодняшние кадры уже из зала суда. Деятельность, которая в России является незаконной, компания «Холитрейд», даже не стесняясь, на сайте называет напротив абсолютно легальной. Впрочем, это не помешало полицейским и Следственному комитету возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Только по предварительным подсчетам сумма, которую кировчане оставили в аппаратах нескольких заведений, равняется полутора миллионам рублей. Сергею Морозу на время следствия теперь придется сидеть безвылазно дома. За организацию в Кирове и Кирово-Чепецкие игр на якобы электронной бирже суд решил поместить его под домашний арест на два месяца. Еще двум участникам досталась подписка о невыезде. Деятельность шести заведений в Кирове и Чепецке пресекли накануне полицейские. Вместе с отрядом СОБРа сразу задержали фигурантов и арестовали 80 игровых машин. В этих залах якобы велись биржевые операции. На самом деле осуществлялась деятельность, по сути, являвшаяся организацией азартных игр. Впрочем, на сегодняшний день деятельность задержанного Сергея Мороза и двух его помощников квалифицируется дословно как мошенничество организованной группой в особо крупном размере. От полутора до десяти миллионов рублей сумма, которая фигурирует в деле и является пока только предварительной. В данный момент идет поиск всех потерпевших. А их, судя даже по нашим декабрьским съемкам, может быть, ну очень много. Район автовокзала три месяца назад напоминал не иначе лидера мировой игровой индустрии, которому даже китайский райончик Макао не конкурент. Лас-Вегас и китайский райончик Макао нам точно не конкуренты. Райончик Кировского автовокзала. Тут можно за счет успеется, какое количество игровых электронных аппаратов. Тут буквально напичканы почти в каждом заведении. По соседству обязательно можно найти ломбард, комиссионный магазин, быстрые займы. И вот, казалось бы, вот эта неприглядная, на первый взгляд, пиццерия тоже предлагает своим клиентам поиграть. Одно такое мучение, да расстройство с ними. А что такое? Так что психуют, пинают аппараты? А, проигрывают. Да понятно, что. Игровые машины можно было найти в виде терминалов для оплаты телефона и коммунальных услуг, в виде обычных компьютеров в игровом клубе, или даже вот так, в виде уличного ларька с собственным администратором. Но суть и все это не меняет. На экранах что там, что там. Привычные вишенки, обезьянки или буквы. Тысячи визуализаций на любой вкус и цвет. И деньги можно как бы, если выигрываешь, то сразу забрать, да? Да, да, конечно. Я вам сразу. А выигрывают вообще там помного? Да, 30-40 тысяч рублей. Ага. Четыре года работаю. Везде один принцип, ничего нового, как и до запрета на игорную деятельность. Просто делаешь ставку, запускаешь барабан и ждешься в падении фишек. И даже несмотря на то, что очень много и даже атмосферой напоминает времена одноруких бандитов, начало двухтысячных, организаторы главного офиса в Москве уверяют, все по закону и не придраться. Это абсолютно легально. Это дебинарная, отбилонная, 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 отбилонная мата. Формировала в подавляющем большинстве случаев проигрышный результат. В районе Кировского автовокзала заселий автоматов уже нет. Некоторые пристрои, которые привлекали внимание вывесками и гирляндами, в декабре, в марте даже закрыли свои двери. Видимо, действительно, не совсем все оказалось по закону. На днях это заведение либо перестало работать, либо просто усилило свой пропускной режим. Как видно, двери здесь постоянно закрыты, куда-то пропали все вывески. Но, несмотря на это, районный автовокзал до сих пор напоминает китайский райончик Макао. Делать ставки здесь предлагает множество других, правда, менее заметных заведений, например, от пиццерии напротив. И, несмотря на то, что организаторы до сих пор называют свою деятельность абсолютно легальной, после полицейских проверок и судебного прецедента лишних людей здесь начали опасаться. В пиццерии уже знакомый разработчик, компания Holy Trade, но почему-то еще работающий. И еще несколько аппаратов на лестничном пролете торгового центра. Логику, по которой закрылась только часть бинарных опционов, следователи объясняют тем, что в данный момент они устанавливают всех остальных владельцев игровых заведений, замаскированных под торги на электронной бирже. В списке еще 40 объектов, а значит, впереди еще целая череда закрытий. Но ставить точку в этом вопросе слишком рано, уверен кировский юрист Ян Чеботарев. К сожалению, технологии, а может, к счастью, технологии на месте не стоят. Как-то так получилось, что способы совершения преступлений все время совершенствуются, и законодатель по определению всегда отстает. Другими словами, игорный в том или ином виде рынок, скорее всего, и дальше будет пытаться найти новые способы, чтобы удовлетворить потребность азартных и щедрых на ставке кировчан. Артем Паникаровский, Сергей Самойленко, Игорь Волосков. Информационный канал «Город».